Добрый день, дорогие друзья. У нас на связи российский публицист Леонид Александрович Радзиховский. Добрый день, Леонид Александрович. Добрый день. Леонид Александрович, сразу вопрос. Что страшнее для власти, персональные санкции Запада, о которых сейчас идет речь, или миллион гуляющих на улице? Естественно, миллион гуляющих на улице, вне всякого сомнения. Но поскольку этого миллиона не будет, а будет несколько тысяч человек, то ничто им не страшно, ни то, ни это. Несколько тысяч гуляющих абсолютно никого не интересуют, кроме их родственников, которые рискуют подцепить эту заразу. А персональные санкции мы уже проходили. Это вначале было, ах, если введут персональные санкции, то... Но их ввели много лет назад. И действительно, Соловьев не может, как я понимаю, не может поехать на свою виллу, значит, на озере Кома. А, значит, Тимченко там или еще кто-то не может поехать к своему дворцу, находящемуся в Сардинии. Это неприятно, безусловно. Но они к этому как-то адаптировались. Кроме того, санкции же не распространяются на членов семей. Как я понимаю. И дети, многочисленные дети Соловьева, могут отдыхать в его вилле на озере Кома. Он добывает непосильным трудом хлеб насущный для своей семьи, для родины. А они ездят на озеро Кома при той плотности работы, которая есть у Соловьева, ему ездить-то особо некогда. Ну и так далее, и так далее. То есть, они вполне адаптировались. Конечно, иметь жалкую какую-то хижину, там 50 комнат и несчастные 3000 метров на поганой рублевке, это совсем не то, что как белый человек жить на озере Кома, на Сардинии, жить в своем особняке в Лондоне. Ну, конечно, это не то. Но Родина требует жертв, в конце концов. Ты государственный человек, и ты обязан страдать за Родину. Как сказал Зюганов. В 41-м году подольские курсанты для Родины и не такое делали. Ну, так ты... Да, тяжело. Плохо не жить в Лондоне. Плохо не наслаждаться видами, значит, гайд-парка. И не бегать, не бегать пробежку там плохо. Ну, так... А кто сказал, что всем должно быть легко? Бороться за Россию вообще тяжело. Русофобы ненавидят Россию, но мы не сдаемся. Русские не сдаются. Или, как говорил генералиссимус Суворов, мы русские, какой восторг. Ну, так вот, приходится восторгаться на поганой рублевке. Век бы ее не видать, глаза бы не видали. Ну, а в Сардинию не сунешься. Ну, мы русские. Таков наш удел. Леонид Александрович, у нас получается, что у нас традиционно один избиратель, который сидит за кремлевской стеной, ну, и те технические работники, которые обеспечивают его голос и его дальнейшее нахождение там. Так и есть. Это не у меня получается. Это у этого самого избирателя получается. Ну, плюс скрепы, генотип, генофонд и так далее. Но если из этого вы делаете следующий вывод, что этот избиратель будет сидеть за своей стеной до тех пор, пока ноги не протянет, то я бы этот вывод не делал. Это избиратель чуткий, нервный. И хоть никакой миллион никуда не выйдет, и никто гулять не будет, и никаких протестов нету. Но он чуткий человек, он прекрасно знает настроение народа. Ему дают и подлинную статистику выборов, и без статистики он все это знает. У него есть много капилляров, по которым информация к нему просачивается. Поэтому в 1924 году это совсем не заранее принятое решение. Это действительно выбор для него. Выборы. Вот это выборы, так выборы. Естественно, их не народ совершает никакой, а совершает их один единственный выборщик своей судьбы. Готов ты еще 12 лет до смерти, потому что потом можно еще продлить. Уже деваться будет совсем некуда. Готов ты до смерти сидеть на галерах, зная, что ты остачертел. Просто остачертел. Огромному большинству этого покорного, вечно равнодушного, вечно отчужденного народа. Изображать дурака, Ваньку валять, грозить пальчиком всяким меняющимся американским президентам, нести какую-то сумасшедшую околесину про гиперзвуковые ракеты и обсуждать судьбу, тяжелую, надо сказать, судьбу Малюты Скуратова. Готов ты еще 12 лет такого Ваньку валять? Без единого шанса что-нибудь изменить. При том, что самолет, к штурвалу которого ты прикован, медленно, но верно спускается, кружится над аэродромом, сжигает топливо, но потихонечку спускается. А потом может и... Самолет спускается, а в какой-то момент может и в пике перейти. Черт их знает, что они там намудрятся своей постводородной экономикой и так далее, и так далее. Но в любом случае шансов поднять самолет вверх у тебя уже нет никаких. Вопрос только в скорости кружения над аэродромом, сжигания топлива и в скорости спуска. Вот готов ты на это или нет? Вот это выбор, который ему, ему одному, ему лично, больше никому предстоит совершить. И нельзя сказать, что на него не влияет народ. Очень сильно влияет настроение народа. Не действия. Действий нет. Действий нет. Несколько тысяч людей, которые фланируют по улицам Москвы, это не действие. Энергии действия глуповцы противопоставили энергию без действия. Но при всей, значит, ироничности этой фразы, она, я надо понимать буквально, у без действия тоже есть своя энергия. Энергия отчуждения, энергия иронии, энергия отвращения. И вся эта энергия, неприятная, надо сказать, энергия, она до центрального потребителя, то есть до Путина Владимира Владимирович, естественно, доходит в какую-то форму. Вот готов он, вопреки этой энергии, оставаться в своем золотом бассейне, плавать в своем золотом бассейне, а вокруг стоит 150 тысяч соловьевых, и как только он вылезает, они его языками, значит, вылизывают и высушивают влагу на его теле. Готов ты на это или не готов? Вот и все. Вопрос ему предстоит в 24-м году решить. И решение, как мне кажется, совершенно неочевидное. Леонид Александрович, если мы взяли такой образ, как падающий самолет и штурвал у одного избирателя, одного летчика, да? Есть ли вариант... То есть он падает, потому что это неумелое действие пилота, либо потому что модель самолета устарела, либо потому что некому передать этот штурвал? Передать штурвал ничего не стоит кому угодно, дело нехитро. Модель действительно устарела, потому что петрономика, это довольно модель, не самая эффективная. Но тут сочетание. Модель устаревшая. Очень неблагоприятная роза ветров. Потому что, еще раз повторяю, вот все эти разговоры про, значит, постводородную экономику. Треп. Очень может быть, что треп. А может и не треп. Пойди проверь. Это придется проверять экспериментально, своими боками. Но роза ветров неблагоприятная. И, значит, летчик, модель устаревшая, и летчик старый, который умеет, значит, править так, как правили самолетом, там, Ил-78 или там Ту-104. То есть, та степень административного зажима, который в России принято, и тот уровень, неснижаемый уровень высшей коррупции. Коррупция на низших эшелонах власти, как я понимаю, достаточно эффективно снижается. Ну, или, по крайней мере, не растет. Коррупция на высших эшелонах власти растет непрерывно, и остановить ее невозможно. Ну, вот я, значит, живу на улице, где сейчас под дождем гастарбайтеры укладывают асфальт, и я могу наслаждаться тем, как, значит, испарение от асфальта под дождем поднимается. Кроме того, ломали бордюры, значит, ездил, ну, не знаю, как это машина называется, ломала бордюры и так далее. Ну, зачем это делается? Это, значит, воровство? Нет, конечно, это разбой. Воровство – это тайное похищение денег. Это явное, наглое, наглый разбой. Вопрос. Эти деньги, позарез, необходимы кому-то? Ну, не буду называть фамилию, а то назовешь, и на тебя еще в суд подозревают. Ну, все понимают, о какой фамилии идет речь. Ответ. Да нет, конечно. Это не молодой человек, ему уже хорошо за 60, у него огромные деньги. Что он с ними делает? Бизнес создает? Унитаз из бриллианта себе сделает? Глупости это все. Эта система, она требует своего расширенного воспроизводства. Она требует расширенного грабежа. Бороться с этой системой бессмысленного, расширенного грабежа Путин не может и не хочет, потому что другой системы нет. Как говорится, других писателей у меня для вас нет, и другого алфавита у меня для вас нет. Другой системы нет. Значит, эта система достаточно ненужного самим авторам, и тем не менее, неудержимого расхищения и разграбливания госсобственности. Кроме того, это, по-видимому, малоэффективное в управленческом отношении, в административном отношении системы. Кроме того, это система, которая продуцирует отток умов. Он бы, может, и так был, чертова знает, потому что, допустим, ученые, те же самые, им, конечно, комфортнее, наверное, комфортнее работать за границей. отток умов имеет место отнюдь не только из России, а из всех стран третьего мира, да, во многом из Европы, многие европейские ученые уезжают в Америку. Это все известно, это все правда. Но в России это ассоциируется с данной системой. Наконец, самолет падает по той простой причине, что слишком долго он кружит на одном и том же месте. Попросту говоря, зачем вообще в мире меняют руководители? кроме вот спектакля, шоу под названием «Выборы с неочевидным результатом». Конечно, это шоу интересное, в отличие от российской бессмысленной имитации, а там это более интересно. Но кроме шоу есть еще один момент. Новый лидер, он может быть крайне неудачный. Крайне неудачный. Но он всегда впрыскивает какую-то новую энергетику. Когда же лидер правит 20 лет, он впрыскивает бесконечное уныние, и больше он ничего впрыскивать не может. Но так устроена социальная система. Почему это так, я не знаю. Это никто не может объяснить, но это факт. Вот. чем Меркель уходит? Здоровая тетка пользуется популярностью, там, то, Нужна новая энергетика. Ну вот, муж с женой могут жить 50 лет. И некоторые, говорят, продолжают друг друга любить, и с годами все больше и больше. Но вот, допустим, секс после, там, 30 лет совместной жизни, наверное, довольно сложно такое вот. Бывает, конечно, чудеса, бывают любые, да, понятно. Но, в общем, это редкое явление, да. Ну, так и с государством. Долгое управление, оно работало до 18 века. Бывали короли, которые сидели, ну, правда, тогда люди рано умирали, но, в общем, бывали короли, которые сидели долго. И они были иногда довольно эффективными, хотя, как правило, не очень. Но, тем не менее. Но тогда был другой темп жизни. Тогда сотни лет крестьяне жили в своей деревне, их дети, внуки, правнуки, их образ жизни мало менял. Сейчас, когда все быстро меняется, вот на моей жизни полностью сменилась вся технологическая среда, вся информационная среда, средства связи, финансовые, все институты, все сменилось полностью. И не потому, что рухнула советская власть, это наша частная проблема. Во всем мире это полностью сменилось, обновил. Но вполне естественно, что когда все кругом меняется и обновляется, а не меняется и не обновляется, только глава государства и его окружения, узкий слой посредственных чиновников, совершенно не преступников, не палачей, ну и никак не особо талантливых людей. Ну, что все эти Сечина и Костина из себя представляют? Да ничего они из себя не представляют. Но чиновники и чиновники. Вот. Но торчат на своей должности по 25 лет. Ну, что же вы удивляетесь, что в такой ситуации самолет ничего не может, кроме как кружить над аэродромом и сжечь топливо. А если такая волна идет сверху, то она, естественно, доходит и до низу. Это же все взаимосвязанные вещи. Зачем людям мешки с золотом? Система требует. Система требует. Ну, вот если ты, допустим, мэр города, упаси, господи, не Москвы, но просто города в России, в котором население 15 миллионов человек. Представим себе такой город. И по традиции, которая досталась тебе от твоего приемника, ты должен воровать. То есть выписывать бессмысленные работы, очевидно, вредные, ненужные работы. Осваивать гигантские бюджеты, которые ты должен выбивать, потому что нет такого чиновника, который придет и скажет, уменьшите мне бюджет. Такого не бывает. Сложилась система отношений с другими чиновниками, с руководителями фирм, которые не понимают, вот они не могут тебе не давать. Отработаны схемы отдачи, отработаны огромные схемы очистки, вот все эти прачечные, все эти отмывочные. Это гигантская система. Ну, надо быть титаном, сверхъестественным титаном, чтобы сказать, нет, 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 не приму. Что вы с этим делать будете? Ничего вы с этим делать не будете, я прекращаю это, я ломаю это, я рву эти схемы, я ломаю эти отношения, эта фирма разорится, и эта разорится, и третья разорится, и десятая разорится, и отмывочные разорятся, и промывочные разорятся, и вы не будете класть ненужный никому асфальт, то есть вредный асфальт, и вы не будете выламывать никому ненужные бордюры. Со всем этим покончено. Для этого надо быть революционером. бывали революционеры на троне Петр Первый, например бывали революционеры вне трона, Владимир Ульянов но это были люди во главе государства а вот чиновник среднего высокого уровня который делает революцию в отдельно взятом городе, я просто таких, честно говоря не слыхал огромная отработанная система, в которой работают тысячи людей, которые считают это единственной возможной нормой, норма все норма откаты норма лицемерия отработан язык, на котором об этом говорят отработаны схемы отмыва отработаны схемы вложений в недвижимость это гигантская машина вот вы пришли на карусель и эта карусель вам противна вас тошнит, голова вы можете на ходу выпрыгнуть из значит люльки которая вас поднимает все выше и выше да что там карусель самолет вот самолет летит но вас тошнит ну ну бросайтесь из самолета открывайте люк и прыгайте кто кто с кого мешает хотите с парашютом хотите без парашюта только у вас никогда нет гарантии что парашют не древой поэтому эта система в ней можно менять отдельные элементы безусловно но изменить систему нельзя то есть еще раз повторяю можно но для этого во-первых нужна неограниченная полнота власти как у Петра Романова или Владимира Ульянова во-вторых исключительные феноменальные личные качества и в-третьих абсолютно исключительная ситуация а тут ситуация исключительно благоприятная идет дождь ну как не воспользоваться дождем и в ведра не класть асфальт это же ведра ведра ну как в этот момент не класть асфальт а что делать в этот момент просто ждать пока дождь пройдет ну это как вообще как прикажете это понимать идет дождь а мы асфальт не кладем что больные что вас зачем сюда пригнали стоят бордюры а вы их не ломаете вы что заболели ковид в голову ударил как это бордюры вы их не ломаете а для чего вы нужны мать вашу почему вы не в Франции что хорошего во Франции вы думаете там взят к неберу смею предположить что не в такой форме и не в таком объеме но я во Франции не жил мои визиты во Францию не оставили у меня чарующего впечатления мне очень нравится город Париж как город но мне значительно меньше нравятся его жители в особенности представители угнетенного арабского населения лжирцы марокканцы да и французы честно говоря они произвели на меня чарующего впечатления если бы я считал что Париж рай я бы давно уехал туда и свою скромную жизнь пенсионера влачил бы в городе герой Парижа мне в Москве нравится мне доставляет удовольствие что раз в два года мне меняют асфальт я чувствую себя помолодевшим знаете вот вторая молодость третья молодость на моем веку уже наверное двадцатая молодость мне это нравится кроме того мне нравится что в России бытовая свобода гораздо больше чем во Франции вот мой знакомый один журналист он уехал во Францию и значит жил в доме и выходя из дома он громко ну не громко хлопнул дверь дверь такая выходная на него написали донос соседи отнюдь не алжевцы а самыш на ней натуральнейшие французы французская полиция полиция приехала установили автомобиль напротив его дома и наблюдали он то не знал и наблюдали как он выходит и хлопает дверь после чего в него начались всякие неприязности я уж там не помню в суд на него подали но вот мне эта свобода настоящая демократическая полноценная свобода нравится меньше чем авторитарный режим в городе герой Москвы это может быть частный случай который ровно счетом ни о чем не говорит я не спорю но вот это случай о котором мне рассказал значит человек журналист почему москвичи не любят гулять в жилетах потому что в России нет такой традиции в России есть традиция абсолютной покорности многие говорят арабской покорности во Франции есть традиция бузить качать права красиво красиво вот картинка значит вот сравните две картины Делакруа Свобода на баррикадах и Кустодиев Большевик помните такую картину огромная значит улица полностью залитая народом и посредине этих улиц гигантская фигура 10-метровая 20-метровая бородатого мужика которая идет мимо церквей вот во Франции все очень красиво изящно французская красивость вот Делакруа гаврош французский стиль французская кухня французские духи в России все грубо вот как Толстой говорил взял оглоблю и значит дубина народной войны ну Пушкин это написал в знаменитой фразе значит которую все наизусть знают особенно все правители России постоянно единственное что в школе учат детей вот по истории 15 лет учат 10 лет учат 10 лет учат русский бунт бессмысленный беспощадный это пункт 1 а пункт 2 мы русские какой восторг вот две значит идеи которые надо вбить в башку восторг бьем врагов а бунт бессмысленный беспощадный против начальства не бунту вот такие традиции но кроме того значит должен вам сказать что эти самые жилеты хоть они конечно изящные люди дом моды можно сказать побили немало автомобилей стекол набезобразничали от души ну что они добились насколько я понимаю ничего ну получили некоторые тюремные сроки вот собственно все их большие достижения вот поэтому значит ну кроме того сейчас вообще как-то Зюганов пытался значит пародировать не то Маркса не то Ленина и сказал отлил в граните Россия лимит на революцию исчерпала ну зря вы Геннадий Андреевич ну при чем тут Россия мир лимит на революцию исчерпал вот это правда нету их нету их голубчиков ни в Европах ни в Америках ни даже в Азиях может быть десяток неизвестных рифм то есть революции только и остался что в Венесуэле в Венесуэле да наверное вот а в России народ смирный большевика вот того самого огромного бородатого мужика который идет посреди толпы больше этого большевика нет в лучшем случае Рашкины но они как говорится при всем уважении на этом плане тянут а то и просто Зюганова так что укатали Сивку крутые горки но это относится отнюдь не только к России это относится и к Европе и к Америке укатали что да мы видим вектор определенный российский да вектор России вектор Москвы о котором мы сейчас говорим с вами но неужели настолько все плохо Продолжение следует...